Я хожу на танцы уже несколько лет к Александре, и очень много произошло изменений. Я себя ощущаю, можно сказать, другой женщиной, более счастливой, наполненной, гармоничной. Произошло много внутренних трансформаций, которыми я очень довольна. Я была неуверена в себе, считала себя некрасивой, нелюбимой. И благодаря тем процессам, через которые мы проходим во время танцев, я снова почувствовала себя любимой, счастливой. Позволила любимому человеку прийти в мою жизнь, позволила случиться счастью, в том числе счастью семейному. Также другие аспекты жизни, как благосостояние, также улучшились. И все это благодаря той внутренней работе, которую мы проделали во время танцев. Во время танцев также все время происходило очень глубокое расслабление, и какие-то у меня были зажимы, какие-то блоки телесные. Они также все ушли, и я чувствую себя более здоровым, более успешным человеком. Очень благодарна Саше за то, что она танцует с нами и продолжает танцевать. Очень рада, что этот проект есть в Минске. Настя, она занимается танцами, может, она сама уже не помнит, но она занимается танцами уже порядка пяти лет, потому что она была в числе первых моих подруг, кто соглашался со мной поехать в лес и потанцевать, когда я еще не была преподавателем по танцам, я просто этим увлекалась. Настя уже тогда соглашалась на весь этот кипиш, и по эффекту, который произошел с ней за все это время, как я ее наблюдаю, могу сказать, что она очень трудилась не только на танцах, но и она сама по себе, у нее есть такое качество, как если к ней приходит информация, что можно сделать, чтобы улучшить свою жизнь, она ее использует. Мне кажется, что это очень важно, потому что я на танцах даю определенные не только моменты, которые я могу помочь человеку, какие-то техники, какие-то процессы. То есть мы не просто танцуем, у нас есть определенные еще женские практики, энергетические, психологические моменты. Но есть определенную практику, которую я просто не могу сделать человеком, его какой-то есть ежедневный труд. И Настин результат, он настолько как бы показательный, то есть если вы поняли, человек находится в состоянии удовлетворения, то есть он доволен тем, что с ним происходит. И Настин результат такой, потому что она трудилась сама по себе. И вот на мой взгляд, вот комбинация какой-то работы в группе, неважно каким методом человек занимается, да, к какому-то терапевту ходит, и самостоятельная работа над собой, она всегда дает очень большой результат. То есть женщины приходят с разными намерениями. Дело в том, что в первые занятия многие из них свои намерения меняют. И очень много женщин, кто изначально приходит и танцует на какие-то вещи сначала материальные, потом их мнение меняется, они просят себе гармонии, там, душевного спокойствия, ощущение того, что женщине достаточно. Я провожу такую практику, чтобы помочь женщинам почувствовать, что их достаточно, да, что им достаточно всех качеств собственных, и у них достаточно всего в жизни. Это никак не демотивирует в достижении каких-то результатов, наоборот, эта практика помогает человеку реально посмотреть на то, что у него есть, и из реальной точки поставить какие-то цели и задачи. Вот, я также ввела группу, у меня была группа танцующих женщин в Монако, и там у женщины, конечно, ставят другие цели. Они многие более, как бы, скажем так, материальные цели. И, ну, то, что я точно знаю за все, за эти пять лет, которые я танцую, что женщина всегда получает то, что ей нужно. И вот ни одна женщина, которая была на танцах, она это точно не опровергнет, что всегда женщина уходит с чем-то, иногда просто, когда вы обращаетесь в какую-то практику, обращаетесь к человеку за какой-то помощью, вам кажется, что вам нужно что-то одно. А на самом деле может оказаться, что вам нужно совершенно другое. И я могу уверить очень большое количество женщин, что когда женщина становится спокойной, ровно уверенной в своей женственности, в своей красоте, в своей женской силе, дальше ей уже не нужны какие-то дополнительные инструменты, чтобы чего-то достигать в жизни. Она спокойно получает от жизни то, что ей нужно. В этом тоже, я считаю, особенность именно практики, которую я делаю, я никому никакую женственность не прикручиваю, это абсурд. Я никого не убеждаю быть более женственной, готовить какую-то еду. Да простят меня те, кто верует во что-то другое. Я изначально, когда ко мне приходит женщина, я верю, что она женственна, я верю, что она красива, верю, что она достойна всего самого лучшего в своей жизни. И просто я помогаю поверить женщине в это же самое. И когда это случается, вера является у нас тем, на чем все и держится. Дальше женщина, уходя из зала, где мы танцуем, или уходя из танцев, она уже идет с этим по жизни. И были много случаев, когда у женщин случались спонтанные исцеления, нормализация гормонального фона за три занятия, спонтанные исцеления по гинекологии за одно занятие. Такие женщины не возвращаются обычно на танцы. Они приходят, они получают какое-то исцеление и уходят. Есть женщины, которые приходят за целесным исцелением, есть те, кто приходят за душевным исцелением. Но в любом случае, основное, что я могу сказать про эту практику, что каждый уносит то, что может унести.